Гости, дорогие, подходите! На нашу выставку взгляните! Все работы с загляденья! Прямо всем на удивление! Считанные минуты остаются до открытия выставки «Вернисаж талантов». Участники, их родители и гости застыли в ожидании, когда будет разрезана атласная лента. Каждый год на эту выставку представляют работы школьники всего Уссурийского городского округа. В этом году приняло участие 36 образовательных учреждений и на выставку представлено 1115 работ. Выставка получилась очень яркая из-за разнообразия материалов, из которых сделаны работы. Это и цветы из бисера, и различные вышивки, поделки из пенопласта и других подручных материалов. Работы абсолютно разные, потому что декоративно-прикладное творчество безгранична благодаря своим материалам. Здесь представлена и мягкая игрушка, и вязаная игрушка, и природный материал, и работы выпиленные из дерева, и вышивки, и керамика. Ну и в общем-то очень много разных материалов. Каждый год появляется что-то новое. Ребята стараются находить для своих работ материалы, которые раньше не использовались. В этот раз новинкой на выставке были работы из стекла, керамики и кожи. Мы видим, как растет мастерство наших детей, и можем проследить. Некоторые ребята принимают участие уже в десятый раз в нашей выставке. То есть дети, которые каждый год на протяжении многих лет показывают рост своего мастерства. Это радует. Дети от 6 до 18 лет готовили свои подделки для выставки. Многие давно занимаются прикладным искусством, но есть и новички. Я, когда делала вышивку лентами, делала ее два месяца, чтобы сделать очень красивое. Сделала две работы. Вышивка розами и еще две розы желтых. По итогам выставки будет награждение. На церемонии закрытия ребята получат свои заслуженные дипломы, а учреждения – ценные призы и подарки. Лучшие работы отправят на краевую выставку «Радуга талантов» в городе Фокино. Будет работать жюри. Конечно, работа очень ответственная, сложная. Поэтому в состав жюри входят люди, которые имеют опыт работы. Это специалисты из Дальневосточного федерального университета. Это наши местные художники, скульпторы. То есть люди, которые смогут по достоинству оценить все то, что наши дети представили на выставку. Выставка открыта до 23 марта. И все жители и гости города могут посетить ее. 18 марта, в день выборов президента Российской Федерации, экспозиция будет работать до 8 часов вечера. Анастасия Солеонова, Алексей Шиповалов, Телемикс.